Первый дом в рамках программы фонда о развитии территорий введен в Новосибирской области. Более 50 обманутых дольщиков спустя 10 лет ожидания смогут въехать в свои квартиры, при этом не вложив ни одного дополнительного рубля. Подробнее в сюжете Александра Попова. Татьяна Ивановна уверяет, радость есть, но ожидание своей квартиры с 2012 года вымотало настолько, что сил не хватает. Я до сих пор снимаю квартиру в течение 10 лет. Я лишилась всего. Но ничего не осталось. Теперь одна задача – напрячься и сделать ремонт в столь долгожданном своем доме. Сделать квартиру и встретить Новый год в своей квартире. Порадоваться. Вхождение в программу Федерального фонда развития территории стало приятной неожиданностью еще для 50 соседей Татьяны Ивановны. В совместную программу с ППК фондом раньше могли попасть дома, построенные хотя бы на 50%. Сейчас же условия кардинально поменялись. Цифры, с которыми можно войти в желанный список – 80+. Дом на Калинин – один из счастливчиков, который успел до новых правил. Готовность здесь была всего 52%. При этом для завершения всех работ по условиям фонда сами дольщики не вкладывают ни копейки. Финансирование осуществляется в процентном отношении. 78% – это федеральный бюджет. И для Новосибирской области установлен лимит 22%. То есть это софинансирование региональных и федеральных бюджетов. За этот год часть дольщиков смогли получить компенсации, то есть денежные выплаты, эквивалентные стоимости квартиры. Так из списка долгостроев исключили 22 объекта. По дому номер 20 на улице Калинина было принято решение достраивать. Это первый дом из 8 тех, которые у нас в области на достройку через механизм ППК фонд. Остальные будут с первого квартала, начиная, вводиться в эксплуатацию. И до конца года эти 8 домов мы добьем. Это три дома на жилмассиве Закаменский, несколько в Краснообске, Долгострое на улицах Дуси-Ковальчук и Вилюйской. С прошлого года за счет различных программ количество проблемных домов удалось уменьшить в два раза. В регионе осталось 52 недостроенных объекта. Губернатор Андрей Травников отметил, что подобные схемы софинансирования позволяют значительно ускорить решение проблем обманутых дольщиков. Александр Попов, Тарас Тарасов, Новости ОТС.